Уникальный проект развития баскетбольного движения продолжает свою работу. Он зародился в Десногорске в 2014 году под эгидой концерна «Росэнергоатом» Смоленской АЭС при поддержке администрации региона, муниципалитета и партии «Единая Россия». Занятия спортом становятся нормой жизни в Десногорске, и спортивные праздники стали проводиться всё чаще. 15 декабря более 80 юных спортсменов из четырёх школ Десногорска приняли участие в турнире. Это первый внутришкольный этап между учениками седьмых и восьмых классов, в котором определят команду для участия в муниципальном этапе. Президент Смоленской Федерации баскетбола Сергей Фомин поприветствовал всех и обратился к спортсменам. В Смоленской области на первом этапе нашего марафона, нашего Десногорского марафона и инициатора 4.4 принимают участие около 3800 школьников каждого муниципального облаха. 3800, и вы одни из них, также в этом марафоне принимают участие девять атомных станций и девять городов присутствия атомной энергетики. На сегодняшний день проходят также региональные финалы первого этапа, принимают участие 1860 детей, городов присутствия атомной энергетики. Поаплодируйте, мы с вами имеем очень хорошее время. Баскетбольные баталии в этот день прошли очень оживленно и динамично. В церемонии награждения приняли участие заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий, заместитель главы города Александр Новиков, депутат областной думы, директор Атомтранс Михаил Лосенко. Победителями соревнований стали команды 7-го В – школы номер один, 7-го А – школы номер два, 7-го А – школы номер три и 7-го Г – школы номер четыре. Все команды были награждены грамотами и переходящими кубками, а лучшие игроки получили подарки от Смоленской атомной станции. В этот день также чествовали директоров школ и учителей физической культуры за активную пропаганду спорта и здорового образа жизни. Следующие этапы пройдут в 2018 году.